ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Мы подошли вплотную к тому вкладу, который Макс Планк внёс в теорию теплового излучения. Макс Планк, как мы уже в прошлый раз довольно много про него говорили, он главным образом был специалистом по термодинамике. И надо сказать, что термодинамику он, в общем, несколько, так сказать, абсолютизировал. То есть он, ну так скажем, с сомнением относился к атомной гипотезе, как к недоказанной. И уж тем более избегал всяческих вещей, связанных со статистической физикой, вот с тем, что делал Больцман и так далее. То есть Планк, в общем-то, был в течение довольно долгого времени. Я не уверен, что второе начало термодинамики должно работать абсолютно. Энтропия всегда возрастает точка. Как считал Больцман, энтропия в любом неравновесном состоянии с подавляющей вероятностью будет возрастать, но с какой-то очень малой, ненулевой вероятностью может и убывать. Вот этого Планк не принимал долгое время, хотя потом ему пришлось со всем этим делом согласиться. Но я сейчас говорю про начальный период его работы. То есть как он пришел вообще к исследованиям теплового излучения. Значит, все тот же Больцман, он тоже, в общем-то, сначала ошибался, но очень быстренько исправил свои заблуждения. Он получил кинетическое уравнение для газов. А из кинетического уравнения, просто вполне прямолинейным образом, это называлось аж-теорема Больцмана, доказал возрастание энтропии. То есть энтропия стремится к максимуму, в котором распределение молекул по импульсам или скоростям становится максимумовским распределением. Все это было хорошо и замечательно, но тогда люди сразу стали возражать. Главных возражений было два. Первое, и, в общем-то, очевидное, это то, что уравнение ньютоновской механики, и обратим ему по времени, если существует какой-то процесс, то точно так же допустим с точки зрения уравнения механики и обратный процесс, где просто время Т заменено на минус Т. Ничем не хуже. То есть это называлось... То есть в легендах или в фольклоре говорилось, как Больцман отвечал на эти возражения. Вот это было возражение Лошмита, если я правильно помню, что, мол, вот, допустим, было неравновесное состояние, потом по прошествии какого-то времени оно пришло к равновесию, энтропия возросла, а вот теперь мы возьмем и изменим знаки скоростей всех молекул. Тогда все начнет развиваться ровно обратно и вернется к исходному состоянию с меньшей энтропией. На что якобы Больцман ответил, а вы пойдите обратите все скорости. Другое возражение было Цермела, который впоследствии стал крупным математиком в области теории, множеством аксиома выбора Цермела, такая существует. В то время он был физиком, и он ссылался на теорему о возврате Пуанкаре. Пуанкаре доказал, совершенно строго математически доказал теорему, что при достаточно общих предположениях о механической системе, подчиняющейся ньютоновской механике, если в какой-то начальный момент времени она находилась в какой-то точке фазового пространства, то по прошествии достаточно большого времени она вернется в сколь угодно малую окрестность, окрестность – это исходные точки фазового пространства. То есть, если мы выберем окрестность еще поменьше, ну, подождать придется подольше. Но, в принципе, она вернется. Не строго бы эту же точку, но в любую сколь угодно малую эпсилонокрестность. Ну, и когда Цермела приводил этот аргумент, Больцман ему якобы отвечал, а вы подождите. Понятно, что для любой сколь-нибудь нетривиальной системы, там с большим числом степеней свободы, ждать придется там много больше возраста Вселенной и все такое прочее. Поэтому практически кого смысла все эти контраргументы, конечно, не имели. Но такой теоретический смысл они, несомненно, имели. Контраргумент – это более правильное. Тогда, проанализировав Больцман, то есть Больцман думал, что он доказал второе начало термодинамики, исходя из механики. И был неправ. Но это было, я говорю, короткое время, пока он не осознал своих заблуждений. Что из механики следует кинетическое уравнение для газов, из кинетического уравнения следует возрастание энтропии. Второе утверждение, несомненно, верное. Из кинетического уравнения Больцмана действительно выводится возрастание энтропии. Вот первое утверждение, в общем-то, неверно. Из одной только галимой механики получить кинетическое уравнение нельзя. Именно потому, что кинетическое уравнение по своей природе необратимо. В нем заменить Т на минус Т никак нельзя. Получится не то же самое, а бессмыслиться получится. А уравнение механики, конечно же, обратимо. Поэтому, чтобы вывести кинетическое уравнение, нужны дополнительные гипотезы, вероятностные какие-то уже гипотезы, не чистая механика. И Больцман назвал гипотезой молекулярного хаоса, которая состояла в том, что между состояниями сталкивающихся в газе молекул нет корреляций. То есть они подчиняются своим функциям распределения, но в остальном случайно. Ну и вот в предположении об отсутствии корреляций начальных частиц в любом акте рассеяния действительно следует кинетическое уравнение, с которого следует возрастание антропии. То есть это закон всё-таки вероятностный, несомненно. Ну и в общем дальше Больцман много лет думал над этой проблемой. Проблема, надо сказать, весьма сложная и нетривиальная над смыслом возрастания антропии. Ну вот, так вот, Планк хотел сделать то же самое, что в самом начале пытался сделать Больцман. Доказать строго из классической физики закон возрастания антропии. То, что это невозможно в его случае, но он этого тогда не знал. И Планк подумал, что если уж из одной только ньютоновской механики получить необратимость невозможно, то, может быть, это возможно сделать из механики плюс электродинамика. То есть он считал, что процесс излучения является необратимым. Ну, опять же, это, в общем-то, легко понять, что это, в общем-то, ерунда полная. Потому что уравнение Максвелла вместе с уравнениями ньютона для частиц, которые с этим электромагнитным полем взаимодействуют, точно так же обратимы, точно так же в них можно Т заменить на минус Т. Но одновременно надо магнитное поле заменить на минус саму себя. И тогда уравнение будет инвариантно. То есть, опять же, любому движению соответствует точно такое же, только наоборот. Поэтому доказать такую необратимую вещь, как возрастание антропии, из механики плюс электродинамики, тоже невозможно. Это, в общем-то, понятно всем. Ну, Планк, в общем, очень надеялся, что это не так. Потому что в электродинамике решение уравнений Максвелла можно записать в двух видах. В виде запаздывающих потенциалов или в виде опережающих потенциалов. И считалось, ну, и, в общем, правильно, так оно и есть, конечно, что действительно физический смысл имеет решение в виде запаздывающих потенциалов. И раз мы выбрали одно из двух решений, которые, в общем-то, математически эквивалентны в том смысле, что разница этих двух решений есть, естественно, решение свободных уравнений Максвелла, то есть некий набор электромагнитных волн. Но вот этот выбор, он вносит, как думал Планк, необратимость. И поэтому в такой вот объединенной системе из зарядов и электромагнитного поля он надеялся вывести второе начало термодинамики. Ну, что он... И плюс к тому, поскольку, как я уже говорил, он очень интересовался вещами, ну, как это он называл, поиском абсолюта, то есть чем-то таким универсальным, то его... Это... По этой причине очень привлекала как раз задача равновесного теплового излучения, потому что там есть некая универсальная функция, которая совершенно не зависит от свойств конкретных веществ, ни от чего не зависит. Такая вот какая-то абсолютная универсальная характеристика природы в целом. Так, громкими словами выражаясь. Ну, а поскольку по закону Киркоффа совершенно все равно, с чем это излучение находится в равновесии, то для вещества можно выбрать вообще любую модель. Совершенно не обязательно она должна быть реалистичной. Это может быть совершенно произвольная, ну, вот... система, содержащая заряды, которые могут взаимодействовать с излучением. И поэтому Планк выбрал простейшую, выбрал набор гармонических осцилляторов. Допустим, у нас есть много-много осцилляторов с разными частотами, заряженных, то есть это какие-то заряженные частицы на пружинках, так условно говоря, везде расставлено. И они могут излучать электромагнитные волны, и могут поглощать электромагнитные волны. И в конце концов должны прийти в термодинамическое равновесие, эти механические степени свободы и электромагнитное поле. Ну, а поскольку процесс приближения к равновесию – это вот необратимый процесс, он должен сопровождаться ростом энтропии. Ну, вот поэтому это было где-то в середине 90-х годов, начиная с 95-го примерно, 895-го примерно года, Планк активно занялся рассмотрением вот такой вот объединенной модели механических заряженных осцилляторов и электромагнитного поля, которые приходят постепенно в термодинамическое равновесие друг с другом. Ну, и вообще надо сказать, что он еще одну ошибку сделал, вполне серьезную и фундаментальную. То есть, состоящую в том, что в такой системе никогда не установится термодинамическое равновесие между электромагнитными волнами разных частот. Асциллятор – штука линейная, если на него падает волна с частотой омега, он совершает вынужденное колебание с частотой омега, излучает с частотой омега. То есть, перераспределяться между частотами энергия электромагнитных волн в такой сильно упрощенной модели не может. То есть, ростом энтропии там, да, может происходить, какое-то приближение к равновесию может происходить, например, если было отклонение от изотропии, то вот это да, пожалуйста. То есть, с течением времени в такой вот модели распределение будет стремиться к изотропному, то есть, приближаться к равновесию. Но вот перемешивание по частотам в линейных осцилляторах работать не может. Для этого нужна какая-то нелинейность, нужна более сложная модель для вот этих, для вещества, которые взаимодействуют с излучением. Ну, тем не менее, значит, Планк написал нечто вроде кинетических уравнений, достаточно похоже на то, как действовал Больцман, только таких вот объединенных, которые описывали процессы излучения и поглощения. И дальше доказал он для этой модели несколько разных таких общих свойств. Ну, вот с одного из них я сейчас и начну. Вывода я подробного проводить не буду, я сразу напишу результат, потому что сейчас нам этот результат кажется совершенно очевидным. Но Планков выводил достаточно хитрым образом, достаточно длинным. Ну, я только скажу основную идею. Значит, утверждение, которое Планк доказал, чисто из Максвилловской электродинамики, состоит в том, что функция распределения излучения при температуре T для частоты омега, можно написать в виде, то есть эту формулу мы писали, но у Планка она имеет другой физический смысл. Это будет вот та же самая функция ню от омега, которую мы писали в прошлый раз, это плотность состояний собственных колебаний поля, умножить на среднюю энергию осциллятора, которая может зависеть от T и омега. Но у Планка смысл этой формулы был совершенно другой. У Планка осцилляторы были не осцилляторами поля, а осцилляторами вещества. Это были заряды на пружинках, которые он использовал в качестве модельного вещества. Но еще раз я говорю, ему было все равно, какое вещество. По закону Киркоффа, какое бы вещество ни было, если установится термодинамическое равновесие его с излучением, то у излучения будет какая-то универсальная функция спектрального распределения. Вот эта функция у него, естественно, тоже не имела никакого отношения к осцилляторам поля. Вообще осциллятора в поле он долгое время как-то почему-то, ну не то чтобы не признавал, но никогда не использовал. Он всегда говорил только про осцилляторы вещества, которые занимаются излучением и поглощением. Ну а вот эта формула у него, естественно, имела другой смысл. Вот это была средняя энергия одного из осцилляторов вещества. Но эта функция просто такая получилась. Чего там, омега квадрат на пи квадрат с куб, да? Если я что-нибудь не забыл. Нет, омега – это просто функция. Это омега квадрат на пи квадрат с куб. Вроде бы вот так. Значит, как он эту формулу выводил? Чисто из Макселовской электродинамики. То есть вот имеются вот эти самые осцилляторы, но он их вообще иногда называл вибраторы Герца, которые находятся вот в какой-то полости, заполненной излучением. Имеется излучение с вот таким вот, с такой функцией распределения. То есть волны, которые налетают со всех сторон, имея самая разнообразная частота, налетают на этот осциллятор и начинают его колебать. А этот осциллятор, то есть поглощает энергию из этих волн. Но с другой стороны он еще и излучает энергию. Просто по уравнению Максов. Ну и когда поглощаемая в единицу времени энергия излучаемая становится равной, то это значит, что этот осциллятор находится в равновесии с излучением. Ну и тогда, значит, его средняя энергия будет вот такая. Вот это он вывел. Это, в общем, некое упражнение по электродинамике. Не хотя какое сложное. Ну и так, в общем, в две строчки тоже не делается. Пришлось бы тут исписать как минимум одну из этих досок, но мне этого не хочется сейчас делать. Вот. Так вот, значит, эту формулу Планк получил. Ладно. Потом он написал, собственно говоря, просто с потолка, некое выражение для энтропии осциллятора. Сейчас я, чтобы не ошибиться, его лучше напишу. Так, значит, энтропию осциллятора Планк взял в таком виде. Минус Е энергия осциллятора на Е0. То есть он хотел какую-то функцию С от Е. А здесь логарифм Е на Е0. И чего? Минус единица. Плюс или минус, я здесь не помню. Где Е0, в общем-то, ну, то есть чуть попозже это будет квант энергии. Но пока что это просто некая константа размерности энергии, константа для данного осциллятора. И вот Планк предположил, что энтропия осциллятора со средней энергией Е имеет вот такой вид. Ниоткуда это не следует, в общем-то, просто так. Ну, тогда можно что сказать? Можно сказать, что, скажем, производная АДС по ДЕ, это будет, что такое это будет? Давайте продифференцируем. Если я, значит, продифференцирую первый сомножитель, я получу минус логарифм Е0 плюс 1. А если я продифференцирую второй, вот эту скобку, то я получу минус 1. Так, я получу минус 1. Сокращу. Вот, значит, по термодинамике энтропия по средней энергии должна равняться единице на температуру. Значит, отсюда следует, что средняя энергия осциллятора, вот при таком выражении для энтропии, которое Планк придумал, равняется, стало быть, чему? Равняется Е0 на Е в степени минус Е0 на Т. Правильно я написал? А, да, здесь я что-то забыл. Здесь не может такого быть. Здесь единица на Е0, конечно, есть еще. Вот отсюда вот. Иначе по размерности не получится. А, ну вот так. Ну и тогда, если считать, что средняя энергия осциллятора от температуры зависит вот так, то получается некое спектральное распределение теплового излучения. W от Т омега. Получается, что оно имеет вид омега квадрат Е0 на Пи квадрат С куб и в степени минус Е0 на Т. Ну теперь, мы знаем закон смещения Вина. Кстати, почему он закон смещения называется? Вот именно потому, что закон смещения Вина говорит, что спектральное распределение можно написать, скажем, как Т в кубе на некую функцию от омега на Т. Поэтому, когда температура меняется, скажем, нагревая это самое абсолютное черное тело, температура меняется, пропорционально ему растягивается весь спектр по омега. То есть, если при достаточно низких температурах было какое-то распределение, то при больших температурах оно растянется вот так вот, оно растянется по горизонтали пропорционально Т, ну и плюс к тому станет выше. То есть, чем выше температура, тем, ну то есть, если при не очень высоких температурах в видимый диапазон попадает только хвостик, максимум этого распределения где-то в инфракрасной области находится, его не видно, только чувствуется. А вот то, при больших температурах в видимую область попадает уже основная часть этого излучения, и оно становится на вид белым, а не красным. Тут все логично. Ну да, так вот, значит, чтобы выполнялся закон Вина, надо, чтобы Е0 была пропорциональна омега. То есть, Е0, мы сказали, что это некая характерная энергия, некая константа, характеризующая данный осциллятор. Но оказывается, она вот разная для разных осцилляторов, потому что она зависит от частоты. Значит, получается распределение, которое мы уже в прошлый раз видели. Получается, H омега куб на Пи квадрат С куб, Е в степени минус H омега на Т. Распределение Вина. То есть, тогда, в то время, когда это происходило, где-то в середине 90-х годов XIX века, формула Вина согласовывалась со всеми имеющимися экспериментальными данными. Не было никаких, видно, никаких отклонений. И Планк, в общем-то, стремился ее вывести теоретически. Поэтому вот эту формулу для энтропии он придумал, скорее всего, задом наперед. Он хотел получить вот такой результат и стал подбирать, а какой бы ему взять зависимость энтропии от энергии, чтобы такой результат получился. Ну, вот он и догадался. Ну, это, естественно, ничего не доказывает, потому что эта формула сама по себе ниоткуда не следует. Так, но дальше, вот в этой вот модели взаимодействующих заряженных осцилляторов и поля излучения, Планк получил нечто типа кинетических уравнений, а-ля Больцман. И из них тоже а-ля Больцман доказался, что энтропия при таком вот определении будет возрастать. И дальше он сделал еще одну ошибку. В общем, он сделал очень много ошибок, как видно. Вот, еще он сказал, что он пробовал выбрать какие-нибудь другие выражения для энтропии, и у него тогда не получалось вывести закон возрастания энтропии из соответствующих кинетических уравнений. И он предположил, что это вообще единственное такое выражение, которое приводит к второму началу термодинамики. Это, разумеется, совершенно неправильно. Класс выражений для S от Е, которые приводят к возрастанию энтропии, очень широкий. Вообще почти достаточно, я что-то точно не знаю, совсем достаточно или почти достаточно, чтобы эта самая функция была выпуклая, чтобы у нее была отрицательная, везде отрицательная вторая производная. Ну, вот в первой статье какого-то там 890 какого, ну, я не знаю, 7-го или какого-то такого, или 8-го, или года, да, в общем, Планк писал вот такие вещи, что ему не удалось при других выражениях S от Е получить второе начало термодинамики, а так, мол, все замечательно, и тем самым получено надежное теоретическое объяснение распределения вина, которое согласовывалось со всеми фактами. Ну, вот, замечательно. Ну, это, но в самом конце, да, это, наверное, уже действительно был даже, скорее всего, 899 год, скорее всего, я думаю, вот так. Потому что в 1900 году появились первые указания на отклонение от распределения вина. Появились они в первую очередь как раз вот в группе Рубенса и Крульбаума, про которую я тоже в прошлый раз говорил. Рубенс был большой специалист по детектированию инфракрасного излучения, и он все время повышал и точность, и повышал, главное, диапазон. Все дальше и дальше продвигался в сторону маленьких частот, или большой длин волн. И вот именно в наиболее далекой инфракрасной области при маленьких частотах или в области наиболее больших температур, то есть как раз вот в области, где омега маленькая и температура большая, появились систематические, вполне заметные, за пределами ошибок, отклонения от формулы вина. И история там была как раз такая. Я сейчас даже посмотрю, поскольку история драматическая, то тут важны в каком-то смысле моменты времени. Ага, в октябре, в октябре 1900 года эти самые Рубенс и Крульбаум собирались делать доклад о своих новых результатах и объявить о том, что функция распределения вина не соответствует их экспериментальным данным. И дали до публикации, даже до доклада свои данные, просто сырые экспериментальные данные для спектрального распределения Планку, например, посмотреть. Планк, да, и они же просто тоже экспериментально заметили, что именно вот в этой области низких омега функция распределения становится пропорциональной температуре, то есть просто линейно зависящая от температуры Т, а не вот таким вот образом. Планк стал думать, как ему придумать такую формулу для закона спектрального распределения теплового излучения, которая бы описывала и эти новые данные тоже. И придумал он следующую вещь. Так, где бы мне это написать? Ну вот здесь еще есть куча места. Значит, я еще раз подчеркиваю, что на самом деле исторически Планк ничего не знал о работах Релея и Джунса. Может быть, они даже немножко позже появились, хотя, по-моему, в том же году. А может, они в начале следующего года появились. Я что-то не очень уверен. Но, во всяком случае, функцию распределения Релея и Джунса, которая как раз-таки однозначно следует из классической электродинамики и статистической физики, он не знал. Но получилось так, что он как раз написал, опять же, из головы, некую интерполяционную формулу между распределением вида и распределением Релея и Джунса. Значит, это делал он все вот как раз на языке энтропии. И он, опять же, придумал другую формулу для энтропии, которая годится в другом предельном случае, в предельном случае очень маленьких частот омега, и которая приводит на самом деле к распределению Релея и Джунса. Значит, это будет просто логарифм ЕКЕ0. Просто логарифм ЕКЕ0. Ну, для порядка я напишу плюс 1. Но на самом деле в классической статистической физике энтропия определенна с точностью доаддитивной константы. Про это 1 можно забыть. Тогда, значит, если энтропия осциллятора зависит от его энергии вот так, то можно найти его среднюю энергию просто по термодинамике. Найдем ДСПДЕ. Это, стало быть, будет единица на Е0Е. Просто единица на Е. Да, это будет просто единица на Е. Приравняем это к единице на Т. И благополучно получим закон равнораспределения. Средняя энергия осциллятора равна температуре. Это закон равнораспределения Больцмана. Больцман сказал, доказал из классической статистической физики, что средняя кинетическая энергия на одну степень свободы – это Т пополам. Но осциллятора средняя потенциальная энергия такая же, как средняя кинетическая. Итого Т. Ну и тогда, если вот такую среднюю энергию подставить в эту же самую формулу, то получится распределение релея Джинса, про которое, в общем-то, Планк не знал, но предположив вот такую энтропию, он его фактически и получил. А дальше он просто написал интерполяционную формулу. В октябре это была действительно просто интерполяционная формула. Давайте я немножко продолжу это упражнение по дифференцированию и напишу еще вторую производную от энтропии. Значит, для Вина это будет минус единица на Е0Е. А для релея Джинса это будет минус единица на Е2. Ну и как спрашивается написать интерполяционную формулу между вот этими двумя? Ну, казалось бы, очень простым и естественным способом, что Планк и сделал. Он сказал, давайте предположим, что вторая производная энтропии по энергии это будет минус единица на Е, Е плюс Е0. Как раз сюда входят оба предельных случая. Когда средняя энергия осциллятора большая, то получается минус единица на Е квадрат. А когда она маленькая, получается минус единица на Е0Е. Все логично. Ну, значит, пока это не более чем интерполяционная форма. Ну, давайте ее проинтегрируем и получим первую производную ДСПДЕ. Первая производная будет, я опять же не хочу ошибаться, поэтому я уж лучше посмотрю. Это будет единица на Е0. Логарифм, конечно, дальше стоит. От единицы плюс Е0 на Е. Проинтегрировать ничего не стоит. И давайте ее, как термодинамика она сочет, приравняем к единице на температуру. И отсюда получится, что средняя энергия осциллятора при температуре Т будет, стало быть, равна... Чему она будет равна? Она будет равна Е0 на Е в степени Е0 на Т без единицы. Вот уже какая, другая стала. Ну, и тогда мы можем написать соответствующее спектральное распределение. Соответствующее спектральное распределение будет Омега квадрат Е0 на Пи квадрат С куб единица на Е в степени Е0 на Т без единицы. И дальше мы хотим, чтобы она удовлетворяла закону смещения Вина. Отсюда просто однозначно следует, что Е0 должно быть пропорционально Т. Ну, и поэтому получается что? Получается H омега куб на Пи квадрат С куб единица на Е в степени H омега на Т без единицы. Вот получилось распределение Планка. И тогда же, ну вот, в тот же вечер перед докладом экспериментаторов, которые собирались рассказать о подклонениях от распределения Вина, он, получив вот эту интерполяционную формулу, стал ее сравнивать с экспериментальными данными и обнаружил согласие. И поэтому на следующий день, когда был экспериментальный соответствующий доклад, после него он уже, Макс Планк, встал и сказал, а вот я вот придумал тут такую формулу, которая с этими данными согласуется. Ни на что большее, чем интерполяционная формула, это пока, в общем-то, не претендовало. Но эта формула действительно описывала все результаты. И при дальнейшем их, так сказать, развитии и уточнении в той же группе Рубенса и Курльбаума, и кто-то там еще, кто этим самым занимался, кто-то там еще был, Ну да, Лумер и Принксхайм тоже этими измерениями занимались. В общем, все время упорно оказывалось, что эта формула для распределения по частотам согласуется со всеми результатами измерений. Ну и тогда, в общем-то, Планк, чем дальше, тем более, к ней относился серьезно, и возникла фундаментальная проблема. Как же эту формулу из чего-нибудь вывести? Не просто, чтобы она интерполировала между двумя какими-то случаями, произвольным образом выбирая, а чтобы было какое-то основание этой формулы. И тогда, на самом деле, это все происходило быстро. Уже это было, вот это, то, что я рассказывал, это октябрь 1900 года, а уже в декабре того же самого года, два месяца спустя, всего-навсего, Планк уже сделал доклад про вывод своего распределения теплового излучения. И вывод этот был действительно совершенно, так сказать, революционным, совершенно противоречащим всему, что физика знала до сих пор. Планк сказал для того, чтобы вывести... А, ну да, тут ему уже пришлось принять полностью на вооружение подход Больцмана. А Больцман для интерпретации энтропии получил вот такую формулу, где вот эта штука, есть число микросостояний для данного макросостояния. Ну, это я чуть подробнее расшифрую в ходе вывода. Ну, если писать со всеми размерностями, которые тогда были приняты, здесь бы надо К, постоянную Больцмана написать, но мы ее везде за единицу приняли. Ну вот. Значит, Планку ничего не оставалось. Просто другой возможности вывести откуда-нибудь формулу для энтропии у него не было. Кроме как обратиться к подходу Больцмана, который он до сих пор довольно сильно недолюбливал. Ну, тут уже просто пришлось. Так вот, значит, для этого надо посчитать вот это самое число микросостояний, при данной энергии. Значит, вот Планк предположил, но, судя по всему, он опять же действовал задом наперед. Он стремился получить вот свое выражение для энтропии, которое приводит к успешному описанию теплового излучения. И стремился подобрать какой-нибудь такой способ подсчета числа микросостояний, который бы приводил к правильному результату. Но тут, опять же, уже практически безальтернативно ему пришлось заявить. Давайте предположим, что энергия осциллятора может быть только целым числом квантов. pH омега каждый. Вот эти самые кванты Е0. такие вот. И давайте посчитаем. Ну вот, возьмем n штук осцилляторов. n штук осцилляторов. И возьмем n штук вот этих самых квантов. Сколькими способами эти кванты энергии можно распределить по осцилляторам? Вот как раз эта задачка из комбинаторики, она как раз приводит к этому выводу распределения планка. То есть вот это число способов, которыми можно n квантов распределить по осцилляторам. А формула эта комбинаторная, она, в общем-то, известна. Не яхте, какая сложная задача. Ну, на самом деле, самый простой ее вывод, прямо такой, который вот я могу просто показать здесь на доске легко. Придумал Пауле Ренфест. Немножко позже он придумал. Ну, и вывод следующий. Давайте рассматривать, ну, скажем, два... То есть можно на языке комбинаторики она как сказать? У нас есть n-большой штук ящиков, которые различимы. Они пронумерованы от единицы до n-большого. Есть n-маленькое число штук шариков, которые неразличимы. Один квант энергии ничем не отличается от другого кванта энергии. Они неразличимы, их надо раскидать по этим ящикам. Сколькими способами можно это сделать? Ну вот Пауле Ренфест придумал такой красивый способ решения этой комбинаторной задачки. Давайте рисовать вот эти квантели, шарики, вот, скажем, будем рисовать как точки. А границы между вот этими ящиками будем рисовать как черточки. Вот как-нибудь так. То есть при этом всего в общей сложности у нас вот этих черточек будет n без единицы. Вот таких вот черточек. И n маленькое вот таких вот точечек. Значит, если бы они были, так сказать, все различимы, то мы могли бы их переставлять n плюс... Сейчас я аккуратнее напишу. n плюс n без единицы факториал способами. Но на самом деле, если мы будем переставлять вот эти стенки между собой, то ничего не изменится в этой картинке. Если мы будем переставлять вот эти точки между собой, ничего не изменится. Вот это и есть это самое число способов. Значит, теперь что? А, ну да, это у нас n осцилляторов. А s у меня до сих пор означало энтропию одного осциллятора. Поэтому я сейчас напишу, что n на s должно равняться по формуле Больцмена с вот таким вот подсчетом числа микросостояний, который придумал Планк. Это будет n плюс n без единицы факториал на n факториал, n без единицы факториал. Ну, давайте проверим, что это действительно приводит к формуле Планка. Значит, предполагается, что эти n маленькая, n большое, а числа большие. Так что, во-первых, минус единицы здесь можно спокойно пренебречь. А, во-вторых, воспользоваться формулой Стирлинга. И более того, я сейчас напишу эту формулу Стирлинга еще и в таком упрощенном виде. Я напишу, что это будет n плюс n в степени n плюс n на n в степени n, n в степени n. То есть это будет, ну да, все остальные там множители формулы Стирлинга сократятся, легко проверить. То есть это будет n плюс n на логарифм n плюс n минус n логарифм n минус n большое логарифм n большое. Так, значит, отсюда энтропия в расчете на один асциллятор. Когда мы по нему раскидываем эти кванты энергии вот таким образом, это будет что такое? Это будет 1 плюс n на n логарифм n плюс n минус n на n логарифм n минус логарифм n. Так. Ну, как ее тут дальше можно переписать? Значит, на самом деле уже почти ответ где-то тут близко. Значит, ну давайте я сначала член с единицей. Вот этот объединю вот с этим членом. Это будет тогда логарифм единицы плюс n на n. Так. Это я два логарифма объединю. Теперь вот эти два. Я по-прежнему напишу как плюс n на n. А здесь будет логарифм, стало быть, чего будет логарифм единица плюс на оборот n большое на n маленькое. Ну, вот так и можно переписать, например, эту формулу. Ну, а теперь, значит, что остается? Остается совсем немного работы. Значит, а, ну да. n маленькое, это суммарное число квантов энергии на всех осцилляторах. Это будет число осцилляторов умножить на среднее число квантов в одном осцилляторе. То есть e на e0. Значит, вот это самое n на n, это будет e на e0. Ну, и что, значит, в итоге получилось? Получилось логарифм единица плюс e на e0 минус, плюс, прошу прощения, e на e0 логарифм единица плюс e0 на e. Ну, это как-то, как-то это можно по-другому переписать. Сейчас, чтобы мне действительно не моется, я лучше просто посмотрю, в каком виде, в конце концов, этот ответ был записан. А ответ, вот мы увидим, что это одно и то же. Он был записан как? Единица плюс e на e0 на логарифм того же самого минус e на e0 логарифм е на e0. Ну, в общем-то, видно, что это должно быть одно и то же. Правильно? Нигде я не ошибся. Так, ну, значит, вот эта единица здесь даст как раз вот этот член. А здесь я просто домножил и поделил вот эту штуку. Домножил и поделил на e на e0. Да, все правильно. Когда я поделил, я получил вот это второе слагаемое, а когда домножил, я получил вот это. Нет, все правильно. Вполне разумное тождество. Ну вот, значит, отсюда как раз следует, что ds по d e равняется действительно 1 на e0 логарифм 1 плюс e0 на e. А d2s по d e квадрат равняется действительно просто минус 1 на e, e плюс e0. Ну, все. То есть дальше ничего не надо. То есть мы вернулись к ситуации, которая у Планка уже обсуждалась в октябре того же года. Отсюда следует вот то самое распределение Планка. Значит, вот чтобы хоть как-то вывести теоретически из каких-нибудь оснований такой вот успешный, экспериментально успешный, описывающий все имеющиеся измерения, закон спектрального распределения, ему пришлось ввести вот эти самые кванты энергии и сказать, что энергия осциллятора... Речь идет про материальные осцилляторы. Планк нигде не использует осцилляторы поля. Что энергия этих материальных осцилляторов может быть не любой, а только равной целому числу вот этих самых квантов. Так, ну ладно. Давайте я сейчас некую таблицу сравнения такую окончательную нарисую. То есть в каком-то смысле это будет повторение, потому что мы уже все эти кусочки этой таблицы практически изучали. Ну, в каком-то смысле полезно на них посмотреть рядом. И тогда можно будет легче, так сказать, сравнить. Значит, я здесь сейчас сделаю три колонки. Значит, в серединке будет распределение планка и все с ним связанное. Значит, с одной стороны будет один предельный случай. Один предельный случай – это будет распределение релея джинса. А с другой стороны будет противоположный предельный случай. Это будет распределение вина. И некая их интерпретация, но интерпретация в современных терминах. То есть в те времена, конечно, планк таких слов произносить не мог. Так вот, значит, распределение планка на самом деле соответствует тому, что тепловое излучение представляет собой квантовые частицы, кванты света, про которые планк тогда не знал, или что то же самое – квантовая электромагнитная волнка. Это просто тождество на один и тот же объект, который можно назвать частицами, можно назвать волнами. Формула релея джинса соответствует классическим волнам. А, ну да, я даже еще одно знак равенства здесь поставлю, и я напишу, что это тождественная частица. Подчиняющаяся статистике Буза-Винштейна, до которой тоже еще довольно много лет осталось. А распределение ВИНа соответствует классическим частицам. Хотя ВИН этого вовсе даже не подозревал, но его-то формула соответствует тому, что мы рассматриваем тепловое излучение как газ классических, то есть, что то же самое – нетождественных частиц. Значит, это будет, так сказать, заголовок этой таблицы. А теперь здесь я напишу соответствующие формулы для энтропии. Для энтропии одного осциллятора. Энтропия одного осциллятора по Планку – это вот та самая формула, ну, такая довольно тлинная. Да, кстати, Планк, конечно же, вернулся к своему кинетическому уравнению для осцилляторов с излучением, и показал, что эта энтропия, вот определенная вот такой формулой, благополучным образом возрастает в неравновесных процессах, то есть, со вторым началом термодинамики все в порядке. То есть, он тем самым-таки опроверг свое ошибочное заключение, что есть одна единственная такая формула для энтропии. Значит, а, ну да, я даже не с этого начну. Я начну с числа способов, числа способов, как можно реализовать, ну, как можно распределить энергию ПН-осциллятора. Значит, в случае Планка, это будет вот та самая Н плюс Н без единицы факториал на Н факториал Н без единицы факториал. В случае Вина, в случае Вина, это, значит, когда у нас Н большое велико, Н большое велико, Н маленько мало. То, значит, тогда вот этот Н большую, этот... Сейчас, а, ну да. Тогда это будет Н в степени Н на Н факториал. А, и все, собственно говоря, на Н факториал. То есть, когда вот этот факториал большего числа на факториал меньшего числа поделю, то останется в числителе некое количество множителей, а именно Н большая штук, ну, Н большой без единицы, это не важно, которые мне надо здесь оставить. Да, все правильно. Это будет вот такой предельный случай. А противоположный предельный случай, соответствующий РЛЕю Джинсу, это когда Н маленькое велико, когда Н маленькое велико, тогда это будет... А, ну тогда это будет просто наоборот. Это будет просто вот так вот на... Значит, отсюда следует энтропия. Энтропия – это просто логарифм числа микросостояний. Значит, в случае распределения планка, это будет, ну, вот та самая наиболее длинная из этих формул, это единица плюс Е на Е0 логарифм единица плюс Е на Е0, минус такая же штука, только без единичек, Е на Е0 логарифм Е на Е0. Для случая распределения ВИНа, распределение ВИНа, опять же, отсюда получается, ну, вот просто предельным переходом, когда Е на Е0 мало. Ага, тогда логарифм стремится к нулю. Ага, ну да, тогда остается просто вот это второе слагаем. Минус Е на Е0 логарифм Е на Е0. В случае классических ВУМ энтропия в расчете на один осциллятор будет, стало быть, наоборот, когда Е на Е0 величина большая, сейчас мне будут не ошибиться, потому что самый большой член благополучным образом сокращается, поэтому тут надо чуть аккуратнее делать этот предельный переход, поэтому, чтобы уж не ошибиться, я, пожалуй, на него погляжу. Это будет, вот как раз-таки, логарифм Е к Е0 плюс 1. Ну и последние строчки, которые отсюда, в общем-то, следуют вполне легко, это для производной ДСПДЕ. Значит, в случае планка, это будет единица на Е0 логарифм единица плюс Е0 на Е. В случае ВИНа отсюда следует сразу соответствующее спектральное распределение. Достаточно эту штуку приравнять к единице на температуру и все будет готово. Здесь это будет единица на Е0 логарифм просто Е0 на Е. Единицей можно пренебречь. Здесь это будет соответственно просто единица на Е. Ну да. Вторая производная вторая производная, с которой как раз планка работал и с которой он строил эту интерполяционную формулу, вот здесь я как раз хочу прокомментировать. Ну, сейчас я сначала допишу. Значит, здесь будет Е Е плюс Е0 так, значит, здесь будет эта вторая производная будет равняться минус единица на Е0 Е, а здесь вторая производная будет минус единица на Е квадрат. Ладно, к сожалению, у меня кончилось место, можно было бы написать среднюю энергию осциллятора для каждого из вариантов, но мы ее писали, поэтому я не буду повторять. Вот, так вот, это взгляд на... Ну вот, ну то есть вот это общий случай, это два противоположных предельных случая. В случае маленьких омега или больших Т, в общем, маленького отношения омега на Т, мы получаем классические волны, в случае наоборот большого омега на Т, мы получаем классические частицы. А это вот такое объединенное квантовое описание, которое содержит и то, и другое. Опять же, позже, тогда это не было известно, но там каким-то количеством лет позже, Эйнштейн занялся вопросом о флуктуациях равновесного теплового излучения. флуктуации. Ну, раз С равно логарифм числа микросостояния, значит, число микросостояния есть я в степени С. И поэтому если мы находимся вблизи максимума С, вблизи равновесного состояния, то мы это самую С можем написать как С от Е0 плюс 1 вторая Д2С по ДЕ квадратно, нет, это я не буду писать Е0, Е0, это у нас был квант, Е средняя. Е минус Е средняя в квадрате, так, поскольку первая производная максимума равна нулю, ну и поэтому вот эта штука пропорциональна экспоненты от второй производной энтропии по любой величине, в данном случае по энергии, на отклонение этой величины от своего среднего значения. поэтому Дельта Е квадрат средняя, это будет стало быть что? Вот получается просто гауссовое распределение, а ширина его будет минус единица на Д2С по ДЕ квадрат. Вот что сказал, собственно говоря, Эйнштейн, когда он несколькими годами позже рассматривал фруктуации в тепловом излучении. И он пришел к выводу, что эти фруктуации соответствуют сумме двух членов, один из которых соответствует классическим электродинамическим волнам Максвилловским, а другой соответствует классическим частицам. Это был некий очередной аргумент в пользу того, что свет не только волна, но и набор частиц. Но это была не первая статья Эйнштейна, где он выдвинул вот эту самую эвристическую точку зрения насчет фотонов. Но тем не менее, значит, тут как бы проясняется смысл той самой интерполяционной процедуры, которую Планк, собственно, придумал еще в октябре 1900 года. Он фактически просто взял и сложил обратные величины к вот этой самой второй производной энтропии для случая распределения вина, то есть для частиц и для случая Максвелловских волн. То есть Е, Е0 и Е2. Он взял и сложил. Поэтому совершенно неудивительно, что Эйнштейн пришел к выводу, что флуктуации теплового излучения соответствуют ну вот сумме тех флуктуаций, которые были бы, если бы мы волны рассматривали классически по Максвеллу. И это есть тогда что такое? Это есть просто Е2. А если здесь будут просто наоборот частицы, набор классических различимых частиц, это будет Е0. Вот это соответствует волновой природе излучения, это соответствует частицам. На самом деле Эйнштейн в этой же работе, но она уже все-таки достаточно заметно позже была, поэтому в 1900 году все это не было известно. Но Эйнштейн вот в этой работе пошел дальше. Он пытался доказать, как можно большим числом способов свою гипотезу световых квантов. И он рассмотрел фруктуации энергии, но он еще рассмотрел фруктуации импульса. Он еще рассмотрел такой вопрос, а что будет, если в сосуд, заполненный равновесным тепловым излучением, поставить маленькое зеркальце? Тогда излучение слева и излучение справа его будет толкать, а то зеркальце будет каким-то образом дрожать. И опять же, для фруктуации импульса он получил формулу в виде суммы. Один из членов который соответствует фруктуациям давления классических максимумовских световых волн, а другой соответствует просто частицам, как для газа из частиц. если бумов газа из классических частиц засунули маленькое препятствие, то молекулы его бомбардируют с двух сторон, это препятствие куда-то может двигаться туда-сюда. Опять же, Эйнштейн опять получил сумму и для фруктуации импульсов тоже, из чего он сделал на самом деле весьма глубоко идущий вывод, что и импульс фотона есть, так сказать, нормальный импульс, он куда-то направлен. То есть, иначе бы такого вклада соответствующего интерпретации фотона и интерпретации как частиц не было бы. То есть, если считать, как Планк, многие другие считали, что ну да, приходится признать, что свет излучается материальными телами, осцилляторами вот в этой модели или какими-то более реалистическими моделями, атомными молекулами, излучается только порциями. Порциями вот по Е0, которое равно H омега. Ладно, тут ничего не поделаешь, придется. Но излучается он все равно в виде какой-нибудь там, скажем, сферической волны и импульс его распределен в этом смысле, ну, то есть, средний импульс этого излученного кванта света равен нулю. Эйнштейн сказал, что нет, импульс кванта света равен, как ему и положено, H омега делить на С. То есть, квант света для того, чтобы правильные флуктуации импульса в равновесном излучении описывать, куда-то в конкретном направлении распространяется. Так. Ну, ладно. Значит, это мы, опять же, практически вплотную подошли к тому, чтобы рассматривать вот вклад Эйнштейна в раннюю квантовую теорию. Поэтому я сейчас хочу сказать несколько слов про Эйнштейна. Поэтому я тут тоже написал шпаргалку, чтобы не забыть некоторые важные даты. Ну, про биографию Эйнштейна, в общем-то, надо сказать, хорошо известно. Про нее очень много книжек написано. И жизнь, и образование, и все прочее Эйнштейна заметно отличалось от очень многих других. То есть, очень многие, как вот Планк, например, происходили из таких старых профессорских семей. А герпрофессор в Германии это исключительно уважаемый человек. Это прямо на уровне самых высших чиновников примерно. То есть, это пользовался огромным общественным уважением, титул профессора. и все они были, в общем, достаточно хорошо обеспеченные. Плюс к тому, там были лучшими учениками в соответствующих школах и так далее. У Эйнштейна все было заметно не так. Он как раз, как я говорю, во многих отношениях исключение из этих правил. Значит, Эйнштейн родился в 1879 году в городе Ульме в Германии. То есть, он, насколько он там моложе? Довольно сильно моложе Планка. Планк в 1958 году родился, этот в 1979 на 20 лет, на 21. Ладно. И родители его были, ну, в современных терминах мелкие безнесмены, впрочем, весьма мелкие. В следующем же году, в 1980, они все переехали опять-таки в Мюнхен. Мюнхен какой-то такой центр, где очень многие из участников всей этой истории жили, по крайней мере, какое-нибудь время. И там отец Эйнштейна совместно со своим братом основал некую мелкую фирму по торговле всякими электрическими приборами, оборудованием, которая, в общем, ну, скажем так, не процветала, с трудом сводила концы с концами. А, ну да, там же у него родилась младшая сестра Майя в Мюнхене. Значит, Альберт Эйнштейн ходил в католическую школу, в католическую начальную, там, среднюю школу, и на самом деле вот в детском возрасте довольно всерьез увлекался, ну, вот, религией, христианской религии причем как раз конкретно. Но потом тоже вот в школьные годы, прочитав достаточное количество там научно-популярной литературы и поняв, что то, что излагается в Библии, решительным образом противоречит науке, научным представлениям, он полностью и навсегда от религиозных взглядов отказался. То есть это был такой же, ну, что ли, некий кризис в его развитии достаточно существенный. Потом он учился тоже в гимназии, в другой, правда, в Мюнхенской гимназии, не в той, в которой Макс Планк, где он был в каком-то смысле достаточно средним учеником, не блестящим. В отличие вот от многих других, кто в гимназии уже проявляли большие способности, но Эйнштейн имел чрезвычайно такой свободолюбивый характер, и его страшным образом угнетало то, что в гимназии заставляют что-то заучивать в большом количестве, просто не понимать, а вот именно просто зубрить. То, что учителя обладают как бы абсолютной властью над умственным развитием своих учеников, чему он тоже всегда противился. То есть, вот такой с раннего детства его свободолюбивый характер привел к тому, что в гимназические годы учителя его, в общем, так скажем, с трудом выносили, и за его достаточно хорошие успехи в математике ставили ему хорошие оценки, но по другим предметам он, в общем, скорее был ближе к троечникам, условно говоря. Да, но что у него все-таки было общего со многими другими физиками в Германии в той эпохе, это тоже увлечение музыкой. Ну, то есть, вот Планк был виртуозным пианистом, Эйнштейн был скрипачом, правда, как раз специалисты по музыке говорят, что достаточно посредственным скрипачом, но тем не менее для любителя вполне неплохим. Это увлечение музыкой тоже, как и все очень многие из физиков и вообще профессоров в Германии той эпохи пронес через всю жизнь и продолжал играть на скрипке в гораздо более поздний год. Значит, потом, да, тут я, кажется, даже немножко перепрыгнул. В какой-то момент его родители переехали из Мюнхена в Италию и там перенесли туда эту электротехническую фирму, вот его отец и брат отца, где через некоторое время она вообще и обанкротилась благополучно. с деньгами у Эйнштейна было чрезвычайно туго, он там всеми силами пытался искать какие-то дополнительные способы заработать немножко денег, ему буквально просто не хватало на еду, не говоря о всем прочем. Но вот через год после того, как его родители переехали в Италию, Эйнштейн сначала остался там же в Мюнхене доучиваться в школе, доучиваться в средней школе, но потом он переехал в Швейцарию, он переехал в Швейцарию, в Цюрих, и в Цюрихе сейчас я посмотрю опять же даты. В 1895 году он пытался поступить в Цюрихский политехнический институт, это одно из очень уважаемых высших учебных заведений, хотя оно и имеет такой что ли технический уклон, как видно из его названия, но там очень серьезно преподавались и такие чистые что ли не только прикладные науки. Экзамен он провалил, то есть он получил пятерку по математике и двойки по каким-то другим предметам, совершенно второстепенным по ботанике и еще почему-то такому. В общем, его не приняли. Тогда ему пришлось в том же Цюрихе еще на год пойти в школу уже в тамошнюю, подготовиться как следует к поступлению в этот политехнический институт и в следующем 896 году он таки и поступил в этот политехнический институт и там учился, получал высшее образование. Где-то в скорости после этого он добровольным образом отказался от германского подданства и стремился стать гражданином Швейцарии. Но чтобы стать гражданином Швейцарии надо было заплатить довольно крупную сумму денег. Он эту сумму заплатить не мог, потому что был действительно очень беден в это время. И скапливал ее в течение довольно многих лет. В конце концов скопил, благополучно заплатил, стал гражданином Швейцарии. И именно швейцарское гражданство от него не отказывался до самого конца своей жизни. Хотя он в последние годы очень много лет жил в США, там был уже и гражданином США тоже, но швейцарский паспорт у него оставался. Там же, в этом же политехническом институте студентом вместе с ним в его группе был математик Гроссман, который ему потом там довольно активно помогал в математических аспектах разработки общей теории относительности. И там же студенткой была Милева Марич. сербка, насколько я помню, с которой он там познакомился, которая через несколько лет стала его первой женой. В 1900 году он закончил этот самый политехнический институт, в общем-то с неблестящими, скажем так, результатами, но необходимые выпускные экзамены он сдал и никак не мог найти себе работу. То есть, в течение там пары лет он опять же продолжал в общем-то бедствовать, подрабатывал где-то учителем в школах, временно заменяя кого-нибудь там и так далее. Ну, наконец, в каком-то смысле ему повезло, и в 1902 году он, кстати, по протекции Гроссмана, своего товарища, поступил техническим экспертом третьего класса в патентное бюро в Берне. Там профессиональной его обязанностью было давать отзывы на поступающие к ним заявки на патенты технического содержания, что он делал, судя по всему, вполне неплохо, так что в 1906 году его перевели из технических экспертов третьего класса в технические эксперты второго класса и повысили ему зарплату. Значит, при этом у него оставалось достаточно много свободного времени для того, чтобы заниматься теоретической физикой. И вот как раз в годы где-то после окончания этого самого института, то есть после 900-го, но до 905-го, где в 905-ом появились, как известно, самые знаменитые три статьи Эйнштейна. Но в эти годы он, в общем-то, активно занимался статистической механикой, флуктуациями, в частности, флуктуации – это его любимая тема, особенно в ранние годы жизни. Но в значительной степени он повторял то, что уже было известно, то, что было известно из фундаментальной книги Гипса по статистической механике. Он ее, в общем-то, не знал, и отчасти переоткрывал открытое, отчасти нет. То есть, на самом деле, его вклады в статистическую механику вот в эти пять лет они вполне, так сказать, заметны. в 1903 году он, вопреки сильнейшим возражениям родителей, женился на Милеве Марич. Причем, то, про что очень любят писать в многочисленных, особенно, так сказать, бульварных биографиях Эйнштейна, у них была добрачная дочь, которая родилась на год раньше, некто Лизерл. Куда она потом делась, совершенно никто не знает. Никаких ее следов историкам и биографам действительно не удалось найти. Вероятно, наиболее вероятно, что она умерла в общем-то в возрасте года или двух, или около того, потому что в последующие времена никаких следов ее существования не наблюдается. Ну и значит, ну я так уже быстренько пробегусь по дальнейшим этапам жизни Эйнштейна. В 1905 году, все еще работая техническим экспертом патентного бюро Берня, он опубликовал три очень широко известные статьи, одна из которых положила начало теории относительности, в другой была высказана гипотеза световых квантов, в третьей рассматривалось Ровновское движение, на самом деле вот все эти предыдущие годы, пока он занимался статистической механикой, он стремился максимально убедительно доказать атомную гипотезу, поскольку она тогда все еще была гипотезой, в существование, реальное существование атомов отнюдь не все верили, то он стремился доказать, и доказать, количественно, найти способы определения массы атомов, размера и так далее, и так далее. И как раз Бровновское движение он рассматривал именно с этой точки зрения, причем, что забавно, что экспериментальное открытие Бровновского движения каким-то там ботаником Бровном в 19 веке, который просто смотрел в микроскоп на все, что ему подвернется, под руку и видел, что очень мелкие какие-то частицы в жидкости болтаются туда-сюда, он не знал. То есть, он-то считал, что он предсказывает некий эффект. Он считал, что для достаточно мелких частиц в жидкостях можно просто наблюдать визуально в микроскоп их движение, вызванное тем, что в какой-то момент справа в эту частицу толкнуло случайным образом больше молекул, чем слева, а в следующий момент например наоборот. Потом она будет как-то там передвигаться, эти передвижения можно измерять количественно и по зависимости среднеквадратичного пройденного пути от времени, которое можно просто глядя в микроскоп отмерить. Можно делать некие заключения о массах этих молекул, которые толкают эту самую броуновскую частицу. Ну и наконец в том же самом 1905 году все еще работая в патентном бюро он защитил PHD, то бишь по нашим терминам типа кандидатскую диссертацию в Цюрихе, все в том же цюрихском политехническом тоже посвященную другому некоему способу количественного определения размеров молекул, не по броуновскому движению. И дальше уже жизнь как-то стала понемножку налаживаться, то есть в 1909 году ему предложили позицию экстраординарного профессора, все в том же цюрихе, с которым он многие годы был связан. Экстраординарный профессор, как я уже в прошлый раз говорил на примере Планка, это была некая необходимая промежуточная ступень научной карьеры в те времена в Германии, то есть это был профессор, скажем так, второго сорта, то есть тот, кто читал какие-то необязательные такие курсы по своему выбору, не те, на которые ходили основная масса студентов, и который получал весьма небольшую зарплату, к этому времени он был женат, у него уже был сын другой, не та Лизерль, которая вероятно умерла, про которую никто ничего не знает, то есть ему денег по-прежнему весьма остро не хватало, поэтому когда ему предложили в 2011 году позицию профессора в Праге, в Праге было два университета, чешский и немецкий, так вот ему предложили позицию нормального профессора ординарного в немецком университете Праге, он радостно согласился туда переехал, кстати, к тому времени он практически прекратил заниматься квантовой теорией, вот если с 1905 по 1910 год он активно продвигал гипотезу световых квантов, в которую никто на свете не верил, то вот начиная где-то с 1911 года это уже довольно сильно исчезло из его интересов, с этим связан забавный рассказ, я сейчас уже не помню, кто-то из известных физиков навестил Эйнштейна в Праге, а там этот немецкий университет Праги находился чисто географически, в каком-то месте, через улицу от которого находился парк в местной психбольнице. Так вот, Эйнштейн этому физику показывает в окно, вот говорит, смотрите, вон там гуляют психи, которые не занимаются квантовой физикой. Ну вот, но это самое Прага, это было явление временное, в 12-м году его пригласили профессором, опять-таки в Цюрих, уже полным, нормальным профессором, и, наконец, в 13-м году его пригласили в Берлин, это уже, так сказать, верх возможной карьеры физиков в Германии тех времен, профессор физики Берлинского Центрального Столичного Университета, и, причем, более того, уже к этому времени он был достаточно знаменит, так что ему предложили эту позицию в Берлине без необходимости читать обязательные курсы, это была огромная привилегия, то есть он мог все, все 100% времени заниматься чисто научными исследованиями. Ну, дальше, дальше уже нас как-то все это мало интересует, но просто чтобы не останавливаться, так сказать, на такой непонятной точке, он в это время активно занимался построением общей теории относительности и построил такие, где-то в 15-м году окончательные варианты. Ну, да, будучи профессором в Берлине, он сохранял швейцарское гражданство, то есть он не был гражданином Германии. И это ему очень помогло во время Первой мировой войны с там 14-го года и дальше, когда от профессоров, имеющих германское подданство, в общем-то, требовалось поддерживать политику партии и правительства тогдашнего. И многие, на самом деле, не только по требованию, а вполне добровольно. То есть было какое-то подписанное, я уж не помню, чуть не сотни германских профессоров вызвание к народам мира, где они оправдывали ну вот агрессивную политику Германии в Первой мировой войне. Планк там тоже подписал то же самое обращение, да и многие другие. Планк потом изменил свои взгляды на эту самую политику, его Лоренц переубедил. Но Эйнштейн никогда ничего подобного не подписывал. И наоборот, он там совместно с кем-то подписал вызвание против войны и так далее. Ну и после отчаяния Первой мировой войны в 19-м году это самая знаменитая экспедиция Эддингтона, куда она там в Бразилию, кажется, наблюдать полное солнечное озадмение, проверять предсказание общей теории относительности. Это самое предсказание подтвердило, то есть отклонение света согласовывало Семена с общей теорией относительности Эйнштейна. Это было первое действительно экспериментальное подтверждение общей теории относительности. Ну и в 22-м году ему дали Нобелевскую премию, хотя ему выдвигали его на Нобелевскую премию практически каждый год, начиная с 906-го, кажется, с одним или двумя мелкими перерывами. Но Нобелевский комитет исключительно консервативная штука, и они считали, что теория относительности не доказана. Это некие измышления, которые, если их докажут, тогда мы будем это рассматривать, а сейчас рано. Что? Вопрос. А, можно, конечно. Вы говорите про это наблюдение, а разве не прецессия орбиты Меркурия была бы первая? А, ну хотя, пожалуй, да, хотя это, наверное, это, наверное, был, ну то есть, сами астрономические наблюдения, скажем, прецессии и перигелия, конечно, были раньше, это точно. И их объяснение в статьях Эйнштейна тоже, я думаю, было раньше. Да, это его право. Но, тем не менее, вот это другое подтверждение, да еще в таких каких-то романтических условиях, как экспедиция в Бразилию, там, солнечное затмение, произвело на публику огромное впечатление. Именно начиная с этого года во всех газетах стали писать про Эйнштейна, в общем, его всемирная слава тогда и началась. А Нобелевскую премию в 22-м году ему дали с очень осторожной формулировкой за создание теории фотоэффекта и другие теоретические работы. То есть, теория относительности там не упоминалась очень аккуратно. Так, ну ладно, значит, время у нас кончилось. То есть, про гипотезу световых квантов мы поговорим в следующий раз. Ну ладно, давайте считать, что все на сегодня. Продолжение следует...